Боровическая епархия празднует возвращение мощей преподобного Некандра Городнозерского из поселка Внута в родную святому подвижнику Некандрову пустынь. В Свято-Троицкой церкви, возрожденного монастыря, митрополиту Новгородскому и Старорусскому Льву, епископу Боровическому и Пестовскому Ефрему, а также епископу Армавирскому и Лобинскому Игнатию сослужили 28 священников Новгородской, Санкт-Петербургской и Тульской митрополии. Гостей радушно принимали насельницы монастыря во главе с настоятельницей Матушкой Варварой. В конце 16 века в Новгородских землях, в полустая километрах от города Боровичи, на берегу озера Городна действовала небольшая пустынь, которую местные жители называли Некандровой или Горноязерской. Говорят, что Псковский Некандр – это не этот Некандр, но есть документы, и в общем пока легенды не доказаны, что там было очень светское место, туда приезжали цари, очень шумно было, и там Некандр умер в возрасте 60 лет, а здесь появился старец в возрасте 60 лет, и начал строить пустынь в лесах. Совершив многодневный крестный ход по Новгородской земле, осенив своим присутствием многие храмы Варварической епархии, преподобный Некандр вернулся к тем местам, куда уединился он в середине 16 века, где со временем образовалась пустынь с многочисленными братьями, и где в наши дни продолжает его молитвенное дело теперь уже сестры-насельницы возрождающейся обители. Мы давно ждали этого события, и еще для сестер, и для меня лично, это как знак от Господа, что мы здесь подвязаемся не зря, и свои молитвы, и труды небольшие приносим на славу Божию. После того, как святой Некандр представился как Господа, основанный им монастырь стал слабеть. В 1764 году, как и многие малые обители, он был упразднен велением императрицы Екатерины, а в 1932 году Некандровский сельсовет упразднил и приход. Обезглавленный Свято-Троицкий храм приспосабливали для разных хозяйственных нужд, потом забросили, и к концу 90-х он превратился в руины. В самой церкви стояла, вилка, и мы еще мелкие с ней играли. А когда детский дом здесь был после войны, мальчишки сюда бегали курить, потому что им запрещают курить. И в этом детском доме работала моя бабушка и мой дедушка. И они как бы еще не были бабушкой и дедушкой, но именно в детском доме они познакомились. Несколько раз являлся преподобный Некандр настоятелем Успенского храма в соседнем селе Внута, архимандриту Иосифу. В 1992 году, по благословению патриарха Алексея II, мощи преподобного были обретены и перенесены в храм села Внута. По печеньям благотворителей, приснапоминаемых Александра, Дарьи, Георгия и многих других, Свято-Троицкому храму возвращено былое великолепие. Если бы неподобный Некандр не отвечал на наши молитвы, на молитвы всех притекающих за его помощью, то мы бы сегодня его не вспоминаем. Именно вот эта духовная память и будет притягивать к себе всех приходящих, нуждающихся в помощи Божией. Попадая к Святому, нужно будет совершить некое усилие. Прийти с молитвами, добраться сюда, найти дорогу, вытерпеть какие-то сложности путешествия. И это все будет, надеемся, вознаграждено молитвами Святого.